Здравствуйте, на канале СКОТ Новости, в студии Оксана Шкаева. Самарские снегопады пьют рекорды 80-летней давности. За одни сутки в областной столице выпало более 24 мм осадков. В связи с этим несколько муниципальных районов остались без электричества. Сильно осложнилась ситуация на трассах. Уже больше суток десятки фур находятся в плену непогоды. Сложившуюся ситуацию и пути ее решения обсудили на внеплановом совещании в областном правительстве. Павел Баймаков с подробностями. 10 мм снега за сутки. Этот рекорд Самаре был поставлен в 1937 году. 5 декабря 2017-го он был побит. Снега оказалось больше в 10 раз. Несмотря на предупреждения метеорологов, многие муниципальные районы оказались к этому не готовы. Необходимо проанализировать, где были запущены сбои, сделать выводы и максимально оперативно реагировать на изменения погодных условий. Экстренные аварийные службы должны реагировать на все внештатные ситуации, оперативно за временно. В результате сильного снегопада в 11 муниципальных районах возникли проблемы с электроснабжением. Наибольшее число отключений произошло в Безенчукском, Красноармейском, Пестравском и Сызранском районах. Восстановлением поврежденных участков сейчас занимаются энергетики. Все потребители, оказавшиеся без электроснабжения, запитаны по резервным схемам. Кроме того, обильный снегопад спровоцировал огромные заторы на участке от 790 до 940 километра трассы М5 в районе Печорска и Переволок. Основные проблемы возникли из-за большегрузов, которые не могут подняться в гору. В ближайшее время будет решен вопрос об отправке на этот участок тяжелой техники, которой предстоит доставить туда топливо для тех, у кого оно закончилось, и отбуксировать грузовики, чтобы освободить дорогу. В связи со сложившейся ситуацией, предварительно до утра 7 декабря на трассах введено ограничение на движение грузового транспорта. Тем временем, по прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней осадки прекратятся. Температура воздуха в ночные часы будет минус 3, минус 11 градусов, днем от минус 1 до минус 8 градусов. В последующем осадки прекратятся, ветер ослабеет, и температура воздуха начнет интенсивно понижаться. Пока все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, областным управлением МЧС на автодороге М5 организована работа 10 стационарных и мобильных пунктов обогрева. Организован подвоз питьевой воды. Ведется расчистка дороги. В связи с неблагоприятными погодными явлениями водители призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону 01-101 либо по единому телефону доверия областного управления МЧС. Павел Баймаков, Николай Епифанов, СТВ. За сутки в Самаре вывезли больше полутора тысяч тонн снега. Службы благоустройства и коммунальщики ликвидируют последствия обильного снегопада. Работа организована в усиленном режиме. О том, как расчищаются уличные дорожные сети, дворы в нашем сюжете. Обильный снегопад, который пришелся на начало недели, не сдает позиций и по сей день. Высота снежного покрова, по данным метеорологов, достигла уже 28 сантиметров. Для расчистки только муниципальное предприятие благоустройства вывело на улицы города порядка 170 единиц техники днем и около 180 ночью. В две смены задействовали более 460 дорожных рабочих. В первую очередь очищаются улицы, по которым ходит общественный транспорт, а также подъезды к соц. учреждениям, посадочной площадке остановок. Освобожденные от снега участки обрабатывают реагентами. Их использование увеличилось. За сутки израсходовали почти 760 тонн. Полковные машины очень сильно мешают, потому что не позволяют до конца расчистить проезжую часть, не позволяют эффективно работать с плоскостью машины. А также гридерам, которые поджимают вал и обеспечивают необходимую ширину проезжей части. Для более оперативной расчистки коммунальщики просят не оставлять надолго автотранспорт возле домов. Напомним, ответственность за содержание внутриквартальных и придомовых территорий несут управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и районные администрации. Так, на улице Красноармейская в железнодорожном районе бригада дворников и спецмашины приводят в порядок территорию обслуживания уже с 4 часов утра. Сначала расчищают подходы к подъездам, а также дворовые проезды. Будем работать круглые сутки. Мы работаем бригадами. Кто-то где-то по одному, а где-то работают бригады. Из 5-6 человек. В ближайшие несколько дней в Самаре также ожидается снегопад. Расчищать снег в городе, как и прежде, будут в круглосуточном, в усиленном режиме. Схрон с оружием в Чечне обнаружены самарскими полицейскими. Опасные вождения и смертельное ДТП на трассе. Об этом подробнее в обзоре. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП в Сергиевском районе. Авария произошла около 7 утра на трассе М5 «Урал». По данным ГИБДД, водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию, и машина столкнулась впереди идущей легковушкой, после чего вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с кроссовером. Предполагаемый виновник ДТП – это 39-летний мужчина, погиб на месте. Различные травмы получили водитель и двое пассажиров кроссовера. Их доставили в больницу. Два человека пострадали в результате ДТП на трассе М5 в Красноярском районе. Авария произошла около полудня. По данным ГИБДД, 27-летний водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. В результате иномарка врезалась во впереди идущую вазовскую легковушку, после чего ударила грузовик. В результате ДТП пострадали двое пассажиров отечественной легковушки. По факту ДТП проводится проверка. Из командировки на Северном Кавказе домой в Самарскую область вернулся сводный отряд полицейских. Полгода сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, кинологи, полицейские, психологи выполняли служебные обязанности, помогали коллегам в Веденском районе Чеченской республики. В первый раз отряд самарских правоохранителей прибыл туда в 2001 году. Тогда он насчитывал 400 человек. Сейчас в связи с оперативной обстановкой количество сократилось вдвое. В этот раз самарским полицейским удалось обнаружить схрон с оружием и боеприпасами. Коллектив был сплочен, задачу свою понимал, понимал, что требуется от него, понимал, как это выполнять, знал это все, старался. Высокая исполнительная дисциплина и организация работы позволила достичь, что свою служебную командировку мы провели достойно, выполнили все поставленные задачи. Задачи и перспективы в области высоких технологий. Глава региона Дмитрий Азаров впервые встретился с ведущими экспертами губернии в IT-индустрии. Подробности далее. Цель первой встречи – выстроить эффективную схему взаимодействия. Работа будет вестись на системном уровне. Эксперты отметили, что развиваться IT-индустрией в нашем регионе нужно по целому ряду направлений, таких как грамотная подготовка кадров, создание современного технопарка и единого IT-сообщества. Это могло бы стать важным вкладом людей новой информации, которые будут жить в регионе, которые будут уважать себя и уважать других. Особое внимание на встречу уделили развитию в регионе цифровой экономики, в основе которой лежит электронный обмен данными. О ней говорится на федеральном уровне. Это мощная платформа для развития системы госуправления, бизнеса и многих других сфер. Задача, которую я для себя ставлю сегодня, это понять, что нам необходимо перестроить именно в государственном региональном, на уровне государственного регионального управления, чтобы создать условия развития цифровой экономики. Дмитрий Азаров также поручил привлекать специалистов к анализу программ по всем отраслям работы правительства. Представит проверить их актуальность, а также оценить, какие технологии можно применить в той или иной отрасли. Вячеслав Душин, Дмитрий Лукин, СТВ. В России разрабатывают план отказа от долевого строительства. Произойдет это не единомоментно, а в несколько этапов. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин. Как реформа отразится на самарском рынке жилья? Тема стала центральной на круглом столе. Изменения обсудили представители власти и застройщики. Первые изменения реформы долевого строительства узаконят к июлю следующего года. Полный же отказ от схемы запланирован через три года. Такая мера вынужденная. Она связана с обманутыми дольщиками, пострадавшими от недобросовестных застройщиков. В свою очередь, крупные игроки на строительном рынке региона будут работать по новой схеме. Крупные застройщики, которые входят как раз-то и в Самарскую гильдию строителей, готовы к данным изменениям. Возможно, строительство за счет кредитных средств и уже продажа готовых квартир, готового жилья на рынок. Жилье подорожать не должно. К изменениям застройщикам нужно привыкать. Вариантов больше нет. В первую очередь, нововведения призваны защитить простых людей. Обманутые дольщики уйдут в прошлое. Есть у нас определенные рычаги давления на таких застройщиков. В плане того, что начать строительство без разрешения на строительство, нужно сразу понимать, что это чревато определенными штрафными санкциями. У нас есть государственная инспекция строительного надзора, которая тоже своевременно отслеживает все факты строительства на территории Самарской области. Тема обманутых дольщиков актуальна и в нашей области. Руководитель региона Дмитрий Азаров поручил Минструю опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому конкретному объекту. Список будет размещен на официальном сайте ведомства. Александр Семенов, Николай Сидоров, СТВ. Впервые в истории волжские казаки приняли участие в исторической божественной литургии в церкви иконы Божьей Матери от Рады и Утешения на Хадынском поле города Москвы. Этому храму указом Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла присвоен статус казачьего. В первом архиерейском богослужении певчими стали представители волжского войскового казачьего общества. У казаков России историческое событие. Храму иконы Божьей Матери от Рады и Утешения на Хадынском поле города Москвы присвоен статус казачьего. Он и строился именно в таком качестве. Произошло восстановление исторической справедливости. В первой, после того, как храм стал казачьим, божественные литургии приняли участие волжские казаки. Большая делегация приехала из Самары. Вместе с атаманом Центрального войска Иваном Мироновым они встречали председателя Синодального комитета во взаимодействии с казачеством, почетного настоятеля храма иконы Божьей Матери от Рада и Утешения митрополита Кирилла. На клиросе во время архиерейского богослужения пел хор «Волжские станичники». В храме во время молитвы руководители волжского казачьего войска стоят с хоругвью, дарованной и освященной святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. Литургией проводит почетный настоятель храма митрополит Кирилл. После чего волжские казаки приняли святое причастие. За участие в этом историческом событии волжаном выразил свою благодарность личный митрополит. Он высказал также пожелание, чтобы представители волжского войска чаще принимали участие в богослужениях в этом ставшем для казаков родным храме. Безусловно, представителей нашего волжского войска, которые прибыли сюда из хоругвью, и которые привезли с собой хор казачий замечательный. Я порадовался, видя сегодня казаков, певчих в форме казачьей, слыша их песнопение, которое они исполняли очень профессионально, достойно. Причем архиерейское богослужение достаточно сложное, но они выполнили его профессионально. И поэтому, конечно, большая благодарность. Этот храм станет еще одной объединяющей силой для всего российского казачества. Казаки! Люба! 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 Вопросы патриотического воспитания юного поколения обсудили на заключительном в этом году заседании Городского коордиционного совета. Напомню, эта тема является одной из приоритетных в современной молодежной политике. Каковы итоги и планы на следующий год, узнаем из сюжета. Добрый день, уважаемые! Один из главных вопросов на итоговом совещании – развитие в Самаре Всероссийского патриотического движения «Юнармия». Сегодня в городе создано 22 отряда общей численностью 931 человек в возрасте от 11 до 18 лет. Сегодня юнормейцев можно заметить на всех социально значимых мероприятиях, включая парад памяти и парад победы. И главное для ребят не просто постоять, а отдать дань памяти тем военнослужащим, которые принимали участие в конфликтах. После основных занятий в школе юнормейцы занимаются спортивной и военной подготовкой, изучают историю и географию. Основная задача – это сделать так, чтобы дети поняли, что у них есть идеалы и кто эти идеалы. Вот сегодня я предполагаю, что идеалом должен стать нормальный мужчина, военнослужащий, имеющий за своими плечами боевой опыт, который может вести детей и объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо. Цель регионального штаба юнормии – на следующий год пополнить ряды молодежного движения. Начинание поддержали ветеранские и молодежные организации, департамент образования и депутатский корпус Самары. Предлагаю принять решение по данному вопросу. Нет возражений? Нет. Ну, тогда информацию о военно-спортивной работе с гражданами городского округа Самары в рамках всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения юнормия мы с вами принимаем к сведению сегодня. Алексей Борисович, мы ждем, чтобы отряд к 9 мая уже хотя бы на несколько человек пополнился. На заседании также утвердили план работы Координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи на 2018 год. Вячеслав Душин, Дмитрий Лукин, СТВ. В ожидании мундиаля в областной столице прошел форум «Самара гостеприимная». Гости со всего мира во время проведения первенства планеты по футболу должны чувствовать себя комфортно в нашем городе. Чемпионат мира необходимо провести на высшем уровне, в том числе и в сфере туризма. Все подробности далее. До главных футбольных игр четырехлетия остается менее 200 дней. Болельщики со всего мира уже бронируют места на стадионе «Самара-арена». У нас в городе на групповом этапе сыграют сборные России, Коста-Рики, Колумбии, Сенегала, Сербии, Дании, Уругвая и Австралии. И тут главное подготовиться во всех аспектах приему туристов. В гостиничная сфера одно из важнейших направлений готова порядка 13 тысяч номеров, в которых смогут разместиться не менее 30 тысяч болельщиков. Плюсом идут съемные квартиры, а это еще примерно тысяча мест. Бронируют не только билеты, но и бронируют уже отели. И, соответственно, уже прорабатывают программу по приему туристов на территории Самарского региона. Мероприятие, которое называется «Самара гостеприимная», оно как раз полностью будет посвящено, как повысить уровень обслуживания в гостиничном бизнесе, в ресторанном бизнесе, в туристическом бизнесе. Большинство болельщиков, разумеется, будут россияне. Но уже в Самару начали поступать первые заявки о групповых заездах болельщиков из других стран. Туристы со всего мира должны чувствовать себя комфортно на Волжских берегах. Мы должны подготовить общий письмо в том ключе, чтобы у нас были соответствующие меню на соответствующих языках. Ну, конечно, базовый день будет английский. Чтобы у нас персонал был хотя бы в элементарном виде готов к тому, чтобы разговаривать с иностранными гостями. Продумываются сейчас и экскурсии. В регионе большими темпами развивается внутренний туризм. Появляются новые туристические направления. Круизные туры по Волге станут изюминкой для гостей из других стран. Александр Семенов, СТВ. В Самару приехал Дед Мороз. Главный волшебник страны путешествует по стране и поздравляет детей с наступающим Новым годом. Перед тем, как осчастливить Самарскую ребятню, он ответил на вопросы журналистов. Каждый год Дед Мороз получает миллионы писем со всей России. Ответить на каждое из них и сделать так, чтобы сбылись заветные мечты – задачи не самые простые. Деда Мороза часто просит о новых гаджетах. Арина Секлетина также хочет получить в подарок новый смартфон. Но ее вопрос совсем не об этом. Вчера вечером, когда мне мама сказала, что мы едем на пресс-конференцию, я спросила у мамы. А вот задала маме тот же самый вопрос, который задала Деда Мороза. Почему Дед Мороз, как какой-нибудь бизнесмен или писатель, тоже устраивает пресс-конференцию? Он же просто волшебник. Тебя устраивает его ответ? Наверное, да. Ответ прост. Ведь в каждом городе хотят встретиться с волшебником. Но не у всех есть такая возможность. А здесь и взрослые также интересуются злободневными темами сквозь призму магии. Вопрос о дружбе с Санта-Клаусом – самый популярный за последнее время. Я сразу сказал, что несмотря ни на какие временные, как я считаю, все временные, временные недоговоренности между руководством стран, мы, волшебники, всегда продолжим дружить, поскольку дети в тех странах, во всех странах, они же не в курсе, что там происходит в телевизоре, что там происходит в столицах. Они также хотят быть любимыми и хотят праздника. А мы именно волшебники про праздник, про чудо, про добро. Самара – уже 17-й город, где проходит этот всероссийский благотворительный марафон с участием Деда Мороза. В каждом городе главный волшебник исполняет детские желания и дарит праздничное настроение тем, кто в этом особенно нуждается. Сразу же после пресс-конференции волшебник отправился дарить добро на праздник в санатории «Волжанка» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Самаре сегодня живет 3,5 тысячи детей-инвалидов. Еще 3 тысячи ребят остались без попечения родителей. В эти предновогодние дни никто не останется без подарка. Администрации городского округа Самары запланирована масса, поверьте, очень много мероприятий для всех детей, в том числе для детей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями. В каждом районе города обязательно пройдут по несколько мероприятий в наших социальных учреждениях, куда будут приглашаться детки. Обязательно охватим детей, которые у нас с тяжелыми двигательными нарушениями и не могут, допустим, выходить из дома. Обязательно на дому их поздравит Дедушка Мороз или Снегурочка. Из Самары Дед Мороз отправился в Саратов, но юные самарцы встретятся с волшебником еще раз 18 декабря на площади Куйбышева, где он зажжет огни на главной городской елке. Все, что вы хотите знать о новых штрафах, изменениях в регламенте работы ГИБДД, правилах дорожного движения. У вас есть уникальная возможность задать вопросы в прямом эфире начальнику управления ГИБДД Главного управления МВД России по Самарской области Игорю Антонову. Он станет гостем программы СТВ Плюс на телеканале СКАД в четверг 7 декабря в 19 часов. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 927-98-78. У меня на этом все. Далее программа абзац и прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, в группах СКАД СТВ Самара на сайте и на канале СКАД 24 ежедневно ровно через час после нашего выпуска. Ну и прощаюсь с вами. До свидания. До встречи.